Всем привет! У нас, смотрите, какой идет снежок красивый. Обещают жуткие снегопады, даже школу нам отменили в понедельник, во вторник, пред каникулами. Тема готовится к Новому году. Сейчас прибираюсь во всем доме, и вы знаете, вспомнила я вдруг, что у меня совершенно в ужасном состоянии хранятся все мои удобрения, какие-то препараты для растения, против вредителей, против болезней. И я решила все это дело организовать, уже заняться так вплотную, потому что летом у меня руки не доходили, конечно, очень много работы в саду сейчас, появляется немного больше времени, поэтому решила я, наконец-то, этим заняться. Маю вам видео возле нашей елочки, чтобы у вас появилось новогоднее праздничное настроение. Сейчас, мне кажется, у всех такое время, что все проводят генеральную уборку, подготовку к Новому году, готовят свой дом. И в том числе, хорошо бы вспомнить, да, о таких делах, о которых мы забыли летом, все-таки навести порядок везде. В общем-то, что я решила сделать? Я купила вот такие контейнеры в фикс-прайсе. Я обычно покупаю контейнеры в Икеа, но тут мы не планировали туда ехать. А фикс-прайс у нас рядышком, так что вот купила такие 100 рублей стоит. Мне очень понравилось то, что это контейнер с крышечкой. И вот такая есть клипса сбоку, которая эту крышечку прикрывает, закрывает довольно плотно. То есть очень удобно, когда идешь в сад, в огород, взять из бытовки или из дома такой контейнер и, в общем, перенести его куда вам хочется. Слушай, эти контейнеры очень хорошо смотрятся. Можно их в рядочек поставить и друг на друга они хорошо штабелируются. В общем, удобно, красиво. Они прозрачные, сквозь них будет видно, что у вас там находится. Можно дополнительно подписать, какую-то бумажку наклеить с названием, допустим, от вредителей препараты или препараты от болезней, или, может быть, подкормки или семена. Все, что угодно, в зависимости от того, что у вас обычно есть в уходе за садом. Купила три контейнера. Один для препаратов от вредителей, один для препаратов от болезней, и еще один, чтобы был для таких, знаете, витаминок для растений. Там железо, то есть микроэлементы, эпин, ну, такие вот легкие какие-то препараты. Хотела купить еще для удобрений, но мне нужен больший объем, конечно, потому что удобрений гораздо больше. Но в фикс-прайсе не было больших контейнеров с такой крышкой и с клипсами, чтобы эта крышка держалась. Так что, наверное, как буду в Икеа, куплю там. Там я, по-моему, такие видела. Так что, в общем, буду искать. Пока что буду использовать вот эти три. Смотрите, в каком ужасном мешке у меня это все хранится. Ну, то есть мешок-то был нормальный, просто постоянно это все рвется. Я меняю эти мешки. Менял и все, все лето. И в прошлом году, и в этом году, и в позапрошлом. Я почему-то все это хранила в мешках. Это ужасно неудобно, это ужасно некрасиво. Ничего не видно, где что находится. Но, тем не менее, все равно я пыталась распределить как-то по категориям вот эти средства. Вот здесь, допустим, в этом пакете у меня находятся различные семена, которые остались еще с того года, с этого года. Вот какая-то тут травка, что-то еще бархатцы у меня здесь. В общем, много-много всего, ромашки. Дальше у меня идет пакет, он такой тоже полудраный. Даже стыдно показывать, но показываю, как есть. Потому что, ну, действительно, меня уже это так замучило, вот как это все выглядит. Мне это ужасно не нравится. Но все никак не доходили у меня руки. Я постоянно думала, что нужно организовать все эти вещи. Но вот, ну, никак не хватало ни времени, ни каких-то эмоциональных, наверное, сил. Вот здесь у меня, видите, хранится топаз, то есть средства от болезней, обиго-пик. Очень много препаратов, конечно, были использованы этим летом. То есть здесь, так скажем, остатки. Вот фитоспорин, которым я очень люблю пользоваться. Он такой более легкий, не вредит он почве. Ну и более сильные, конечно, препараты. Куда от них денешься? Без них не получается порой. Но стараюсь я все-таки более такими щадящими пользоваться. Вот хома. Я еще, наверное, сделаю видео, если вам интересно про все эти препараты. Расскажу, что для чего, когда я использую. Так, здесь у меня вот еще садовый вар в этом пакете. И дальше у меня следующий пакет. Тут уже, ну, такие, как я говорила, такие легкие витаминки, можно сказать. Какие-то гуматы, фитоверма, эпин. Что там еще у меня? Эйчби-101. Очень хороший препарат, который я постоянно покупаю. Эпин тоже я очень люблю. Постоянно у меня в аптечке для растений он находится. Так, это у нас муравьи тут же. У нас было просто громадное количество муравьев. Они не давали никуда пройти. Бросались на ноги, кусались. В общем, так что я заготовилась по полной программе. Для удобства я сразу разложила препараты на группы, чтобы было видно и понятно. В первой группе это легкие, так скажем, витамины для растений. Это амицид, циркон, эпин. Это то, чем я очень часто пользуюсь. Сульфат магния, борная кислота. Дальше идет гумат, домоцвет. Это то же самое практически, что и эпин. Но вот видите, он просрочен уже 16-го года производством. Наверное, уже надо будет выпросить. Дальше HB101 тоже отличный препарат. Часто им пользуюсь. Отлично помогает растениям. Живоцвет, это аминокислоты. Корнирост. Это то же самое, что корневин. Просто не было корневина, купила корнирост. Следующая группа препаратов это от болезней. Спорбактерин. Это что-то типа фитоспорина. Абега-пик, бордосская смесь, медный купорос, хом, фитоспорин. Очень часто я им пользуюсь, очень люблю. Атлант. Это тоже имеет такие свойства, как фитоспорин. Ну и также топаз и скор. Дальше идут инсектициды от муравьев. У меня муравьед очень много запаслась от остатки. Много я использовала этим летом. Фитоверм, искра, актарам. Теперь дело остается за малым. Просто разложить это все по контейнерам. И наслаждаться этим видом. Вы знаете, меня настолько как воодушевляет, когда все прибрано и когда все сложно аккуратненько. Я тогда могу действовать дальше, жить дальше. Потому что когда у меня по каким-то странным пакетам рассовано или где-то у меня беспорядок, у меня сразу начинается какое-то странное состояние, что я не могу ни сосредоточиться, ни пойти что-то сделать. Я не могу в себе найти никаких сил. Так что в последнее время у меня это особо прогрессирует, это мое состояние. И в последнее время я все организую. И, ребят, вам тоже я этого желаю, чтобы все было в порядке. Тогда вы сразу все можете найти. У вас все сделано, разложено по категориям. Вы знаете, куда протянуть руку, где это найти, где это лежит. Это очень приятно. Про семена я совсем забыла, когда покупала контейнеры. Нужно еще один будет прикупить. Ну, в общем, ничего сложного. Сложить туда семена, которые у меня остались. Еще новые, которые я, скорее всего, буду покупать. Возьму вас с собой в магазин. А сейчас вот посмотрите. Вот про Данику шел разговор, что она буреет зимой у многих. Вот смотрите, у меня она абсолютно зеленая. Девчонки, я не знаю. Вот почему-то она у меня себя так ведет. Не буреет совершенно. Зеленая, как летом. И вот такая красота у нас. Ну, такая сказка. Такая метель. Повесили мы бахрому на веранду. Вот она светится. Не так хорошо видно, конечно, потому что еще день. Но очень все сказочно смотрится вечером. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо, что подписываетесь, что оставляете комментарии. Очень рада я всегда вашей обратной связи. Очень люблю общаться с вами. Так что, пожалуйста, оставляйте ваше мнение под видео. Может быть, ваши пожелания к следующим видео. Все, что вас интересует, на все вопросы я обязательно отвечу. До новых встреч. Всех целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok